Четыре уголовных дела возбуждено в Хабаровском крае в 2018 году с подачи активистов Общероссийского народного фронта. Еще более трех тысяч обращений граждан находятся на контроле общественников. О результатах работы за год представители регионального отделения Общероссийского народного фронта отсчитались перед губернатором. Сергей Фургал предложил активистам применить свой опыт, работая в государственных органах. Подробности в следующем репортаже. Одно из последних громких расследований активистов – исчезновение целого участка леса в селе Некрасовка. Общественники выяснили, что под сруб пошло полторы тысячи деревьев. Оказалось, что участок был выкуплен частной фирмой, а разрешение на рубку выдала местная администрация, причем в рекордно короткие сроки. Теперь делом занимается природоохранная прокуратура. В своей работе мы очень часто критикуем власть на самых разных ее уровнях. Мы относимся к этому нормально. Иногда даже в адрес активистов ОНФ поступают угрозы, и мы становимся участниками судебных процессов. Всего в Хабаровском отделении Общероссийского народного фронта более 500 экспертов и активистов. Они следят за качеством дорог и экологической обстановкой. Для того, чтобы оперативно реагировать на сигналы жителей, создана специальная группа. Наши инструменты, через которые мы пользуемся, это, прежде всего, обращение граждан, проведение мониторингов, рейдов. По их материалам, по их результатам мы направляем заявление, обращение к органам власти. По словам активистов, быстро и эффективно решать вопросы им помогает прямой доступ к президенту, лидеру Общероссийского народного фронта. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал предложил общественникам поучаствовать и в политической жизни региона. Члены ОНФ, кто изъявит желание продолжить свою карьеру или усилить свою карьеру в законодательных органах, в органах исполнительной власти, мной будут поддержаны. В прошлом году, по словам народных контролеров, благодаря вмешательству ОНФ в крае удалось сэкономить 20 миллионов бюджетных средств. Была отменена закупка автомобиля за 9 миллионов рублей и организация банкетов на 11 миллионов. Станислав Михайлов, телеканал Губерния.